или как очень нравится Адлер, хотя живу я в начале Дагомыса Адлер интересная равнинка такая прикольно, мне очень нравится на улице у нас плюс 15 в горах плюс 11 я не отвлекаюсь тут движения прям такого сильного нету как я ухаживаю за волосами да я убиваю волосы постоянно как я ухаживаю то белый, то темный то наращиваю, то снимаю как у нас Москва есть кто с Москвы расскажите, как у вас погода я могу вас порадовать только вот такими пальмами вот такие с зеленушкой Аленочка, мы только здесь с тобой встречаемся, милая так, дорогие мои, сейчас мне надо с вами зайти и заправиться хотя бы немножко потому что машина хочет кушать нет, я не поздравляла Юлию с Игорем а чё, не работают? не поздравляла так не понимаю, работает здесь или нет сейчас посмотрим нет, не работаете? офигеть а не скажете, где еще ближайшая заправка? именно в Уплыл? не обязательно чай из Умбрут, следующее известие и по над трассой посередине будет заправка хорошо, спасибо большое короче ведюся так, всем здравствуйте кто присоединился что-то нас маловато как вообще сегодня ну да ладно так, девочки что-то смоталась Ксюшка хочется на отдых ну я тоже сидеть не люблю вообще люблю чем-то быть полезно миру заниматься чем-то а у вас как настроение? как вам нравится быть домохозяйкой? или работать, быть независимой женщиной? так я еду уже с Красной Поляны в сторону дома сегодня ездила смотреть земли подбираю себе вот участок подбираю для вас участок много пишут много хотят пока такие цены надо брать потому что здесь растет все с бешеным темпом я как человек который занимается недвижимостью знаю это все вот какая прелесть вот одна посередине заправка как же быть? где заправиться? угу всем привет привет муж мой работает где мой муж занимается делами так ну был надеяться что еще будет заправка потому что у меня осталось 15 километров всем привет Юлю я не поздравилась с Игорем на самом деле я настолько забегалась вот нашла заправку аллилуйя я сейчас с вами пойду схожу заправлюсь пока очередь мы можем пообщаться Мариночка привет всем привет привет пупсики здравствуйте так ну что что вас интересует задавайте вопросы давайте пообщаемся на какую-нибудь тему люди которые хотят переехать в Сочи и ждут года ну там год ждут они понимают что земля которая стоила это миллион триста сейчас стоит пять миллионов к сожалению земли раскупают или к счастью ценник только растет вот поэтому на перспективу нужно понимать что хорошие предложения разбираются пирожками горяченькими знаете всем привет да мы давно ушли в дома 2 Саша работу работает доброго дня мы будем отмечать скорее всего что в домашних условиях потому что ну может на Красную Поляну доедем но не знаю будут ли массовые скопления потому что я думала бы какой он 95 я думаю что везде в России во всем мире наверное будет это все очень так скромненько все будут по домам но я вообще на самом деле всю жизнь отмечаю Новый год дома я считаю что это такой домашний праздник когда должны собраться все мандарины елка все такое всем привет Танюшенька привет вот и друг друга все должны поздравить потому что ну как бы как правило у нас так и было всегда мы всегда собирались в загородном доме у меня в Москве там и мы всей семьей отмечали праздник сейчас чуть-чуть все изменилось вот так я тоже всегда так говорю на работе ну смотрите я обожаю я обожаю так секундочку мы уже подъезжаем ага пойдемте с вами пятый полный пятый полный побудете сейчас со мной немножко так я поняла что заправляться нужно на одной заправке но не всегда найдешь а это спром все пока не админируется всем привет он сам весь берет ну заправка потому что а было в 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 честно на заправке все все тогда ожидай угу Сейчас, прошу прощения, пока на заправку заехала, что у меня же пустой бак. Всем здравствуйте. Такое умиротворение. Мы только что с гор спустились, надышались там кислородом. Мне прям аж прибило чуть-чуть. В Сочи, в масках ходят, но не везде. Без перчаток, без масок. Но у нас здесь есть летальные исходы. Много взрослых людей погибло. Именно от коронавируса, наверное, я не знаю. Не так жестокая, как в Москве. Спасибо большое. Вот. В Москве вообще воды даже не продадут, если ты не в маске. Здесь более спокойно. Ну, сегодня было в церкви, там заставили одеть маску. Сейчас будет такой закат крутой. Сейчас буду ехать, покажу вам. Мы как раз будем проезжать море. А, там не будет брать телефоны, поэтому, скорее всего, что не покажу. Что у вас интересного, ребята? Расскажите, что происходит у вас, что происходит в мире. У нас очень не нужна зимняя резина. Она нужна только исключительно, если вы ездите на Красную Поляну. Вас могут не пропустить. Но если сейчас было на летней резине, вы на Красную Поляну, там все нормально. То есть, когда там снега валят зимой, могут не пустить. Вот. Поэтому я сильно не парюсь. Я туда, если будет заснежено, езжу на Ласточки. Привет, Белоруссия. Всем привет. Саша на работе. Германия, здравствуйте. Нет, кто тут в масках? Это бес. Вам нужно было посмотреть, чем я буду? Красавочка. Красавочка. Нет, не приедет на Новый год, мама. Что, там пятая нет? Она все заправила сейчас. Выдет и выводит. Показывать не дальше. Добрый день, часая, карточка в час, на кромочке. Бонусная карта есть? Бонусная карта есть? Бонусная карта появится, а при лошке карта нет. И кладывайте. Выбирайте Белоруссия, если он это поставит. Все? У нас в масках строго. Мамочек, к сожалению, не приедет. У нас полный дом животных же там. Попугай, кролик, вы вспомните, который был на проекте. Кошечка. Вот, поэтому, к сожалению, мамусик будет с ними там. Сейчас, ребяточки, простите, пожалуйста. Настроение, на самом деле, очень хорошее. Я просто немножечко уставшая такая. Особенно устаешь от... Смотрите, горы разряжают тебя, опустошают. Ну, такой разряженный воздух и так далее. А море наполняет. Вот. А я сегодня это и другое ощутила. И поэтому такое умиротворение. Я живу в начале Дагамыс, в Мамайский перевал. Это, ну, Мамайка, не знаю, если что-то говорит им. Там тоже у меня и вид на море, и вид на соль, и вид на горы. Хорошие такие видовые характеристики. Супер вообще. Кстати, вот могу рассказать вам об ее объекте. Квартиру год назад можно было купить за 7 миллионов, а сейчас ее можно купить за 20 миллионов. Разница, видите, какая? Я живу в Туапсе. Кстати, расскажите мне про Туапсе. Почему у вас земля там? Потому что я маму хочу забирать в Сочи. Ну, может, не в Сочи. В Туапсе, в принципе, тоже прикольно. Не надо ехать по этому серпантину. Мне кажется, и ценник там подешевле будет. Я и в Москве жила, 17 лет. Я же приехала сюда, в Сочи, и здесь познакомилась с мужем. Вот. В Москве мамулечка осталась. Но я думаю, это ненадолго. Думаю, что мамочка скоро будет рядом со мной. Поэтому я... Земля недорога. А сколько стоит? Хочу или квартиру маме, или домик какой-то. Вот в Туапсе, мне кажется, прикольно. Там возле морешка. Ценник надо понимать. Видите, он такой разный везде. Вообще. На Красной Поляне мы тоже отдыхали. В прошлом году первый раз с мужем стали на лыжи. Я на борде каталась всегда. В прошлый году стали на лыжи. Очень круто вообще. Я такое захватывающее состояние испытала. Кайф. Так, ну что? На закат еще рановато. На закат буквально где-то через полчаса здесь будет просто пордовое все. Сейчас я куда-то проеду, поворотик почитаю, что мне больше нравится на квартире или в доме. Мне нравится... Дом скучновато. Если большая семья, то да, нормально дом. Но дом как-то скучноватый. Я люблю лучший, хороший комплекс. Я люблю, чтобы не было, знаете, как в Сочи. У тебя какой-то нереальный дом, а рядом захудалая холубка стоит. Такая на куриных ножках. И, конечно, ты выходишь со своей шикарной верандой, а тут у тебя просто петухи поют. И какой-то алкоголик живет рядом. Ну, вот в этом есть, конечно, косяк. А я люблю более... Вот как я живу в комплексе, люблю единая архитектура, чтобы была везде. Такая балованная. Ну, потому что я торгую, я продаю это всю жизнь. И я уже знаю, что мне хочется и как я хочу жить. Поэтому Герващилия тоже недорогая недвижимость. Мы там много раз были. Спокойный такой поселочек. Смотрите, спокойный он должен быть. Не настолько спокойный, что завыть можно. Ну, и от цивилизации далеко. Должны быть больницы рядом, нет, быть неподалеку. Вот. Мамуля у меня в возрасте уже, поэтому надо об этом думать. Саша может бой забить? А что, он вообще настолько безнадежно выглядит, Лешта? Конечно, может. Все он может. Если захочет, он может вообще все. Смотрите, какая красота. Это я вижу ежедневно. Ежедневно я живу в этой красоте. Ксения. Да, я опять занимаюсь недвижимостью. Я занималась всю свою жизнь недвижимостью. Я как бы не поглощена этим. Но я люблю это мое. Начинаются тоннели, могу пропасть, ребята. Ребята, я давайте побуду. Если пропаду, то я тогда выйду попозже в прямой эфир. Потому что сейчас начинаются тоннели, а здесь может пропадать связь. Хотя нет 3G. Что меня может разозлить? Тупость. Я ненавижу тупых людей. Ну, меня это прям злит. Когда люди притворяются тупыми и так далее. Вранье. Патологически ненавижу вранье. Вот. Ну, в принципе, все остальное как-то у меня все равно. В середине зимы. Знаете, в прошлом году зима была вот такая, как сейчас. Плюс 15. Блаженство просто. Я вот этой курточке проходила. Она вообще легкая-легкая. Так, писала. Сейчас, секунду. Писала вам личку на днях. Нет ветер. И как по погоде в Сочи. После московских холодов. Чтобы с собой брать из одежки. Если вы едете в Сочи. Здесь приветствуется кожаная курточка. Если у вас тоненький пуховичок. Можете взять тоненький пуховичок. Прямо чем или пусенький такой. Или плащ. Вот так ходят все здесь. Кроссовки в помощь. Я нет, не училась на риэлтора. На риэлтора... Как-то мне так получилось в жизни. Я не мечтала быть риэлтором. Но это был такой виток в моей жизни. Который сам прилип ко мне. Я больше, наверное, как инвестор была. Инвестициями занималась. Но хорошо, когда разбираешься в недвижимости. Она засосала, короче, меня. Засосала меня трясина. Так, вижу. О, как я зависла. Прикольно. Смотрите. Я живу на горе. Гора чуть-чуть выше. У меня где-то на 1-2 градуса минус, чем внизу. Так. Ну, я раз проснулась, был снег. Снег выпал. И сразу... Короче, где-то 5 градусов. 4-5 градусов. Это самое холодное. Вот. Почему? А Сашке такого мнения, что он гвоздя не может забить? Непонятно. Все он может. Когда нужно. Когда он понимает, что у него выбора нет. Да? Так он бы вообще ничего не забивал. Жил бы спокойно, без этих гвоздей. Вот. Влажность нет. Нету такой влажности в Сочи, чтобы ты сидел, умирал просто от этой жаришки. Я не ощущаю. У меня в машине, к сожалению, влажность не показывает. Но можно увидеть это, наверное, в интернете. Какая влажность. Вот. Расскажу вам еще про эти участки. На данный момент почти 30% уже выкуплено. Бронируют каждый день. И самые лучшие пирожки раскупают. Сегодня поехала. Я опять еще больше запуталась, какой я хочу вид. На море или на горы. Или на горы, или низменность, или высоту. Не могу определиться. Нет, нет. Я имела в виду, он хозяйственный. Да, он... Он... Смотрите. Ну и везде надо показывать. Как любому мужчине. Нет. У меня, например, брат есть двоюродный, которому не надо вообще показывать. Вот он пришел ко мне, сразу взял отвертку, поподкручивал все дверки. Где скрипит, посмазал, где-то подкрутил. То есть его даже просить не надо. То есть мужа моего надо просить. В этом плане он не обращает на это внимание. Все, с кем сейчас Лярия? Вы знаете, я думаю, что Саша забрал ее на работу. Потому что ребенок тоскует своими днями сидеть. Вчера она целый день сидела. Сегодня... Что вас еще интересует? Что не дождусь, когда уже приедет Юлька с Игалешкой. Поедем кайфанем где-нибудь. Потусим. Повеселимся. Пока я в какой-то беготне, озадаченная, заботами всякими. Старшая дочка приехала к маме, в Ярославль. Живет с мамой. Что родила? Так быстро. Почему? Вам не видно, что я родила, да? Ну вот сейчас покажу. Вот такие пробочки есть. Небольшие. Видите? Вадлер. Вот такой. Три раза очень сильно понравилось. Знаете, я рассуждаю так. Жизнь дана одна в жизни, да? И ты у себя одна. И нужно жить там, где тебе хорошо. Где тебе хорошо, где ты счастлив. Челябинск, наверное, не тот город, где вы просыпаетесь с лучами солнца, с улыбкой на лице. Да, сдавали мы с мужем на совместимости. Привет, Крым. Привет, Крым. Очень хочу вас посмотреть. Хотела бы очень сейчас попасть в Крым. Ну, наверное, весной. Девочки, заезжаю все в тоннели. Сейчас уже не будет связи. Увидимся. Может быть, вечером выйду на связь. Пообщаемся. Всех обнимаю.